Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я не оговорилась. Родившись, мы начинаем путешествовать во внутреннем и внешнем мире. Переходить от одной проблемы к другой. Порой в спешке принимать решения, от которых зависит жизнь и благополучие. А тут еще со всех сторон обрушаются все новые потоки информации, которую человек не успевает переварить. Согласимся, что тема вебинара актуальна, сложна, многоаспектна. А потому рассмотреть ее в полном объеме за час нереально. На вопрос я отвечу в конце вебинара. А сейчас познакомьтесь с содержанием нашего вебинара. Кстати, подготовка к вебинару тоже увлекательное путешествие, которое начинается задолго до встречи с вами. При подготовке родилась дидактическая игра, интеллектуальное путешествие. И прием педагогической техники, виртуальный воркшоп на тему. В век высоких технологий каждый стремится получать знания. Этого можно достичь на воркшопе. Термин воркшоп переводится как «рабочая мастерская». И как нельзя лучше раскрывает суть союз мастеров в поиске решения проблемы. Поэтому мы используем формат воркшопа сегодня и прогласим самых компетентных. А атмосфера дружеского общения повысит уровень усвоения знаний. О чем мы сегодня поговорим? О разных аспектах решения проблем в обучении и жизни на основе визуализации информации, интерактивного старитейлинга, психоанализа персонажей. Попросим древних и современных мудрецов нам помочь. Проблем в жизни много. Нужны знания, умения решать. А вот навык не требует размышлений. Лично я к навыкам отношусь настороженно, как и к клиповому мышлению, безумному листанию картинок. Последуем совету Анри Панкаре. Путешествие – лучшее время для открытий. И отправимся в путь. Что мы видим на слайде? Давайте присмотримся. Кто нападает? Не прислушаемся. Или присмотримся? Конечно же присмотримся. Кто нападает? Кто защищает? Ступени мужчины направлены в сторону женщины. Значит, она его интересует. У женщины интересны 50%. Она, судя по расположению туфелек, им не очень интересуется. Рука мужчины не для удара. Это жест дара. Рука женщины напоминает пистолет. Друг друга они не слышат. Каждый доказывает свое. А рядом ребенок слушает, учится, смотрит. Чья позиция выигрышней, ту использует. Как говорят, от осины не родятся апельсины, а яблоко от яблони падает недалеко. Поищем пути решения этой проблемы с позиции пусть лучше ссорятся, чем разводятся. Что они хотят? Счастье? Вспомним эксперимент с мышками. 100% счастье мышек длится недолго. Через 100 дней вся популяция мышек гибнет. Видимо, для состояния счастья иметь все будет маловато. Выяснение отношений – это неинтересная потеря времени, потеря лица, потеря любви. И поищем пути решения проблемы этой проблемы с позиции теории систем, которая говорит, если есть проблема, то надо из этой системы выйти. Как? В нашем примере, в разгар ссоры, задайте мужчине такой вопрос, который поставит его в тупик. Я этот прием называла бы «молчи и жди, когда заговорит король». Король – это наше подсознание. Ими там собрана масса ответов, которые споставляются с вопросом. Именно там идет стремительное перебирание вариантов ответов. Главное – нам надо дождаться и услышать ответ, подсказанным нашим подсознанием. Очень метафорично об этой ситуации написал Тагор. Кто не любит менять золотые монеты созерцания на бумажные деньги готовых определений, того ожидает награда. Вы видите на этом слайде ссылку. Советую познакомиться с другим способом решения проблемы. На воркшопе мы предоставляем сегодня слово Декарту. В 17 веке он написал правила для руководства ума и предложил разместить и упорядочить всю информацию, с которой человек работает в системе, координат. Воспользуемся этим еще одним приемом решения проблем. Например, что случится или не случится, если происходит событие Х. Например, ситуация выбора – сменить или не сменить работу. Мы начинаем писать в этой сетке координат, что с нами не случится или что случится, если что-то произойдет и что-то не произойдет. Подумайте о двойном отрицании. Например, с работой не уволилась, не познакомилась с Сережей, за которой могла бы выйти замуж. Проблема? Проблема. Конечно, проблема. А вы знаете, что в 1957 году Ньюз, Шоу и Саймон, американские ученые, написали книгу «Общий решатель проблем». Но, увы, универсальных рецептов они так и не нашли. Обратите внимание на этот слайд. Мы можем видеть три вида проблем – познавательную, поведенческую, проблему принятия решения. Что интересно, познавательная и поведенческая имеют одни и те же вопросы, только в разной последовательности. Познавательная – как это понять? Почему это происходит? А поведенческая – почему он так поступил? А действительно, почему? Надо бы сформулировать ответ. А это как раз самое трудное. И не зря Героприя Тефецкий еще в V веке до н.э. говорил, многознание уму не научит. Я бы добавила, учитесь формулировать вопросы. Например, откуда быть в грозе, если в атмосфере нет электричества? Обратите, пожалуйста, внимание на часть слайда, где представлена эволюция проблемы, начало противоречия. Согласимся, что человек, привыкший к готовым решениям, противоречий не любит. Он свернет на протоптанную дорожку. А вот для развитого ума противоречия – это сигнал появления проблемы. Кстати, искусство решения проблем во многом зависит от умения определить, что вам надо будет выиграть, а что надо будет отдать. Но проблема – это не цветок. Она сама не раскроется. Ее надо подсветить вопросами. А нужный вопрос – это 50% ответа. Еще проблему нужно осознать, почувствовать, увидеть, ощутить на вкус. И распаковать. Распаковать с помощью визуализации. А потом забыть. Забыть на время. Мы видим, что у проблемы тоже есть свой инкубатор. Посидит в подсознании, помолчит, сдастся и сама заговорит. Нам нужно четко формулировать цель, пути ее достижения, нарисовать модель, картинку, выработать показатели, критерии, посмотреть на результат и либо себя похвалить, либо начать сначала. На наш воркшоп мы пригласим Сократа. У него была удивительная фраза. Я знаю, что ничего не знаю. Вот так может осветить только человек умный. Представляете, 25 веков прошло, а Сократа в искусстве проведения беседы никто не превзошел. Да, он был плохо одет, да, он был беден, потому что за свой труд не брал деньги. Но так судьба распорядилась. Дело в том, что Сократ родился 6-го фрагелиона. И согласно древнегреческим законам, он должен был стать хранителем устоев афинского общества. Работа бесплатная, на общественных началах. Но он так хорошо справился со своей работой, что олигархи приговорили его к смерти. И на слайде мы видим последние минуты жизни Сократа. Особым удовольствием для Сократа была беседа с самодовольным человеком, который в конец запутавшись в его каверстных вопросах терял свою списть. Сократ, впрочем, изображал себя простаком, неудачи оппонента приписывал себе. Вот этот метод, вопросно-ответный, очень трудный метод. Это надо знать, как вести собеседника с тем, чтобы он мог сам решить проблему. Он называется маевтикой. Или повивальное искусство в рождении истины. Не мудрено, мать у него тоже была акушеркой и помогала рождаться детям. Он же помогал рождать истину. А вот имя жены Сократа тоже осталось в истории. Ее звали Ксантипа. Она была молода и не понимала советов мужа. Ну, например, таких. Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершенней. И еще. Богатство и взнастность не приносят никакого достоинства. Есть только одно благо – знание, и только одно невежество. А без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Советую вам послушать замечательный спектакль, радиоспектакль «Пир» Платона. И вы услышите, что говорил Сократ о любви, о смысле жизни. А наше интеллектуальное путешествие продолжается. Сейчас мы видим на слайде, слайды, которые подготовил кандидат медицинских наук, доцент Наталья Михайловна Шустикова. 16 марта мы с ней начнем курс повышения квалификации, на котором подробно разберем приемы педагогической техники. Я буду эти слайды листать быстро. Почему? Потому что у вас есть презентация, и вы позже сможете более внимательно их рассмотреть. Они очень интересны, очень содержательны, и дадут вам возможность несколько по-иному организовать опрос своих слушателей, учеников. Вот направляющие вопросы. Вот контрольные вопросы. Замечательный слайд с эмпирическими вопросами. Закрывающие вопросы существуют. Посмотрите, сколько дверей, сколько было вопросов и тем, и каждая дверь будет закрыта. А мы переходим с вами к следующим аспектам, к приему, который называется «Могущественные вопросы». Слайд понятен. В качестве комментариев стихотворения Киплинга. «Есть у меня шестерка слуг, Проворных, удалых, И все, что вижу я вокруг, Все знаю я о них. Они по знаку моему являются в нужде, Зовут их как и почему, Кто, что, когда и где». Обратите внимание на следующий слайд. Слайд «Семь шагов», Который надо, вернее, Желательно пройти на пути к решению проблемы, Как в обучении, так и в жизни. Слева есть иероглиф, Что означает «путь». Он показывает, Как это непросто самому решать проблемы, Как не зацикливаться на них, На этих проблемах. Вам выбирать, что взять в дорогу. Но прежде всего, Вы должны будете помнить о том, Что сколько бы Вы шагов ни сделали, Существует последний, Очень важный шаг. Это шаг, который называется рефлексия. Мы должны будем обернуться И посмотреть на этот проделанный путь. Могли где-то сделать остановку рефлексивную, Вернуться, посмотреть, исправить и идти дальше. Итак, следующий слайд. Это прием педагогической техники, Дороги, которую мы выбираем. Что же мы можем взять в дорогу? Мы можем в дорогу взять любимые грабли, Которые нам создадут новые проблемы. Или не брать эти грабли, А сами попробовать разобраться с проблемами без страха, Тревоги. Для чего? Ну, чтобы обрести смысл, Реализовать свои ожидания. Вот этот слайд, он очень информативный. Мы здесь с вами можем посмотреть, Что мы можем отнести к любимым граблям. Шаблоны, привычки, спешку, стереотипы, Нежелание осознать, в какую сторону двигаться, По принципу пойду туда не знаю куда. И тогда на этой картинке вы посмотрите, Лежат грабли, но дороги-то нет. А дорога должна быть. Тем более, если есть проблема, То ее надо будет решать. Следующий прием. Я в нем сказала немножечко про рефлексивную остановку. Рефлексия – это знакомый для вас термин. Вы многие применяете рефлексивную остановку, Когда мы находимся на каком-то отрезке, Когда надо будет посмотреть, Насколько мы успешны или неуспешны, Оценить сферу нашего воздействия на проблему. Плутарх сказал, Что вот ученик – это не сосуд, А факел, который надо зажечь. Давайте порассуждаем. Вот если человек при рождении пустой сосуд, То есть белый лист, То тогда мы с вами можем все сделать для того, Чтобы получить ту модель человека, Которую мы хотим. То есть использовать те стили воспитания, Которые мы хотели бы внедрить в этого человека. Но на самом деле так не получается. А вот если ученик – факел, То можно посчитать, Что он уже содержит в себе божественные искры, И нам нужно только их разжечь. Но тоже не так. Дело в том, что на сегодняшний день Трудно сказать, Когда ученик бывает объектом, Когда он бывает субъектом. Иногда эти позиции меняются. Что мы понимаем под человеком-объектом? Это человека, который ждет, Когда его оденут в индивидуальную одежду, Когда его поведут к гарантированному успеху На всю жизнь. А если так не случается, То тогда он будет говорить, Что ему не повезло с учителями. Вот такие ученики делают одолжение, Выполняя домашние задания, Отвечая на вопросы учителя. Они не инициативные, Они не предлагают каких-то интересных тем Для обсуждения. А вот ученик-субъект – Это полная противоположность. Он успешно решает проблемы. Посмотрите, как он жизнерадостный, Радостный, сколько у него счастья От того, как проходит его процесс обучения. Но оказывается, есть третий путь. Третий путь – это проактивность. Слово пишется вместе. Проактивным называют ученика, Который организует процесс обучения и для себя. Были ли примеры таких учеников? Да, этим путем шел Леонардо да Винчи. Что мы про него знаем? Он не имел книжного образования, Не знал латыни. И поэтому в 30 лет занялся самообразованием. За 6 лет он собрал и прочитал 200 томов книг по астрономии, математике, Архитектуры и географии, Военному делу философии, Медицины, геологии. Кроме этого, он не только читал, Он еще вел исследования одновременно в разных областях. А вот в 1484 году Он начал писать зеркальным письмом записные книжки. И писал их до конца своей жизни. Ему мало было знать, как и что работает. Он хотел знать еще и почему. Изучая свет, Леонардо да Винчи выявил связь глаза с мозгом В анатомическом театре, Последил путь зрения от зрачка и хрусталика. По зрительному нерву Он дошел до полости в головном мозге И назвал эту полость обиталищим души. Это, правда, было ошибочно. Но эти исследования Через два века Были реализованы христианом Гюйгенсом, Который создал волновую теорию света. Ну, Леонардо да Винчи не только изучал свет, Он еще изучал и звук. И, изучая звук, занялся теорией музыки. Он начал конструировать музыкальные инструменты. Кстати, он хорошо играл на лютне. Исследуя воздух, он конструировал летательные аппараты. По его рисункам и сейчас изучает анатомию. Каким был человек Леонардо? Добрым, чутким, красивым, стремительным. Если он шел, и люди видели, как он идет, То со спины можно было сказать, Что это идет молодой человек. Юношеская стремительная походка. Невозмутимая уверенность в себе. Любовь к живому. Он покупал птицы и выпускал их. Был склонен к одиночеству. Скрытен и ненасытно любознателен. Он страшно стремился к познанию. Мог долго концентрироваться в внимании. Представляете, он садился на восходе И до заката не вставал с места, Держа предмет своего рассмотрения во внимании. То есть высочайшая концентрация внимания Это бич сегодняшних школьников. Они не умеют долго концентрировать внимание. В результате быстро устают, переключаются. Их надо развлекать. А вот концентрировать внимание можно научиться. Для этого существуют специальные приемы. И вы можете ими обладеть. А Леонардо да Винчи говорит, что он гений, Изобретатель, художник, инженер, ученый, Вышедший за грань неизвестного. И путь к таким достижениям, она указана. Этому пути можно следовать. Леонардо да Винчи в дневниках записывал не события, О идее и мысли. Советую вам завести дневник своих мыслей. Это поможет вам ответить на вопрос, Как часто вы думаете? О чем вы думаете? Как вы решаете свои проблемы? У нас с вами тема сегодня визуализация. И здесь необходимо будет сказать о золотом правиле дидактики, О наглядности. Чешский педагог Ян Амос Каменский, Который вы хорошо знаете, Который основал практически всю нашу современную школу, Которую называется традиционная школа, Он считал, что все должно быть представлено внешним чувством, Видимое зрению, Слышимое слуху, Обоняемое обонянию, Внушаемое вкусу, Осязаемое осязанием. Его учение начинает развивать пистолуция. Он говорит, К сожалению, вся информация, с которой работают ученики, Она представляется в виде хаоса. Значит, надо навести какой-то порядок, Разобраться, структурировать. Здесь уместно поговорка, Лучше один раз увидеть, Чем сто раз услышать. Вот это отражает суть такого процесса, Как визуализация. Я не буду давать характеристику Всех тех составляющих визуализации. Если она вас интересует, Вы можете легко ее найти и рассмотреть. Мы будем касаться визуализации сегодня, На курсах будем заниматься ею. И здесь, на этом слайде, Представлена визуализация, Это как левополушарная, Так и правополушарная обработка информации. Но, к сожалению, Наработок много, А ученики на сегодняшний день Продолжают линейно записывать текст. Строчку. И это ужасно. Почему? А потому что это мешает нам идти дальше. Вот кто виноват в неумении учиться? Кроме законов наследственности, Надо еще параллельно рассмотреть воспитывающую среду. Тогда, может быть, ни одна проблема найдет свое решение. Яна Шкорчик выделила четыре ключевых типа образовательной среды. Догматическая среда. Чем она характеризуется? Это авторитарный стиль преподавания, Жесткий контроль, Дисциплина. Это тип среды формирует пассивность, Зависимость, Безинициативность. Творческая же среда формирует активную, Свободную личность. В среде безмятежного потребления Ученик не склонен к конкуренции или борьбе. А вот среда успеха и карьеры, Она формирует ориентированность на результат, На прагматизм. Обучает носить какие-то маски, Формирует конкретно способность, Активный подход к жизни. Корчик относился к этой среде негативно. Он считал, что в ней доминирует эгоизм и равнодушие. Я хотела еще сказать о психиатре Хайнротте. Он в 1829 году написал, Что человек – существо, отпущенное на волю. Ему предоставлена свобода выбора в поступках, Но свобода может быть использована по-разному. На самосохранение и саморазрушение. Рядом на этом слайде есть еще известная вам картина, Которая называется «Опять двойка». Нарисовал ее Федор Решетников. Нарисовал он мальчика, Который получил двойку. На самом деле у него была дочка, Которая тоже иногда приносила двойки и очень переживала. Как вы думаете, почему в этой обеспеченной семье, Несмотря на то, что это 52-й год, Семья эта обеспечена, Ребенок не хочет учиться. Что ему не хватает? Это один из вопросов, Который можно будет обсудить. Мой ответ на следующем слайде. Интересный разговор. Любишь зубрить? Нет, не зубрю. Но делаю это систематически. К сожалению, когда я работала с ординациями, Я задавала вопрос, как они учатся, Как они обрабатывают информацию. Ну, они писали. Читаю, выписываю, запоминаю, рассказываю. Это неэффективный способ. Эффективным способом является не зубрить, а понимать. На слайде представлена книжка, Очень интересная книжка «Запомни все». Вы можете ее почитать, можете посмотреть. Там есть масса интересной информации О том, как надо правильно запоминать, Какие существуют приемы для запоминания. И можно с ней познакомиться И начать идти в этом направлении. Я хотела вам дать эту картинку, А пока буду продолжать. Что здесь на этой картинке? На этой картинке как можно обрабатывать информацию? Можете на листочке записать себе пять слов. Папа, скамейка, ремень, двойка, сын. Вот для того, чтобы проверить, Насколько вы можете логично мыслить И связывать несоединяемые, допустим, вещи, Вы делаете себе массу тренировок. Ну, а пока вы будете думать, Я продолжу предыдущий склад. Слайд, вернее. При ударе молотка по гвоздю Гвоздь не ощущает разницы. А вот если рука движется, Ударяя по этому гвоздю, То она движется по-разному. То есть, какой можно сделать вывод? Повторение тоже полезно, Но повторение иное. Дело в том, что нервная система При новом ударе Не повторяет приказ мышлению мышцам. И тренировка движения, Она повышает скорость Отыскивания команд к мышцам. Тренировка позволяет Получать информацию об успехах. Кстати, в 1991 году Фенбингер доказал, Что между мозгом и периферированной нервной системой Есть не только прямая связь, Но и обратная. А это рефлексия. То есть рефлексия – Обратная связь о результате. Рефлексия – это повторение без повторения. Рефлексия – это ключ к успеху В решении проблемы. Вы посмотрели на эту картинку, Запомнили про эти пять объектов. Я еще разочек их повторю. Папа, скамейка, ремень, двойка, сын. Ну и пока вы будете думать, Как это сделать, Как это визуализировать, Мы пойдем дальше. Скажу о том, что в следующей слайде Некоторая подсказка для этого маленького задания. Карта педагогического дизайна. Это не мой материал, Это мы взяли зарубежный опыт, Как работать с текстом. Вот посмотрите внимательно. Это один из интереснейших примеров, Когда можно взять учебник, книгу И начать на листочке рядом структурировать материал. Вот в этом и есть суть визуализации. Здесь можно писать слова, Но желательно брать ключевые слова. Нельзя писать предложениями. Здесь надо стараться делать какую-то иерархию, Смотреть, что с чем связано, И оставлять место для того, Чтобы можно было что-то дописать. Кроме этой карты, Мы покажем еще такой пример. Это сделал слушатель на курсах. Вот смотрите, какая замечательная вещь. Ученики приходят изучать какую-то тему, Но они находятся как бы в потьмах. Они не видят, что будет, Какие будут рассматриваться вопросы, О чем будет эта тема. И учитель до этого урока, А может быть и после этого урока, Еще разочек покажет, Вот такой граф. На нем будет показана практически вся та составляющая содержательной этой темы, Которую он хотел представить. И тогда у нас с вами уже есть возможность дорабатывать эту карту, Что-то дописывать, Кто-то возьмет себе какие-то новые темы для того, Чтобы рассмотреть их, Кто-то будет постоянно возвращаться к этой карте, И выяснять некоторые нюансы, которые здесь есть. То есть визуализация информации, Она необходима. Нельзя просто читать текст и зубрить его. Желательно, чтобы вы держали постоянно какую-то тетрадку, Ручку и записывали. Вот, это тоже слайд сделан с графом моей слушательницы на курсах. Гигиена рук, актуальная тема. Посмотрите, здесь не надо говорить ничего, Здесь практически все видно. Мы с вами можем посмотреть. И главные ключевые слова находятся в центре. Они, вы видите, на этой ментальной карте Есть разные цветовые решения. Каждый цвет, желательно цветовых решений делать маленькое количество, Ну, два-три, не больше, Чтобы не раздражать глаз. И вы видите, толщина линий абсолютно разная. То есть чем толще линия, Тем более главным является этот вопрос. У него есть соподчиненные какие-то. То есть по принципу матрешки. Матрешка мама матрешка, Дочка матрешка, Ночка и так далее. То есть мы учимся структурировать материал. Мы учимся его запоминать в процессе чтения. И не надо зубрить. Ну и следующий аспект. Я вам давала задания. Папа, ремень, сын и двойка. К сожалению, я часто давала задания. И процентов 80-90 с этим заданием не справлялись. Писали по-разному. Ну, я уверена, что вы с этим заданием справились. То есть, вот смотрите, Почему я сделала в таком варианте? Дело в том, что первое, Надо поставить вопрос. А это про что? Это зачем? А это с чем связано? А что это за слова? Анализируя этот аспект, мы говорим, Папа и сын – это живые люди. А раз они живые, да еще родственники, Значит, их надо будет рядышком расположить. Дальше. Папа есть ремень, Сына есть двойка, И они сели на скамейку. Вот визуализация этого направления. Ну, может быть, и другая, Если мы с вами возьмем право, Полушарную стратегию обработки информации. Здесь не так просто представлена лодка. Лодка-двойка. В лодке есть скамейка. В скамейке сидят папа и сын. Они привязаны. То есть все эти слова, которые мы должны были использовать, Мы использовали в виде картинки. И это получается уже работа не левополушарная, Обработка информации, А правополушарная, Которая позволяет нам с вами запомнить этот материал. Эффективно применять для решения проблем в обучении И в жизни две стратегии. А сейчас пригласим на наш воркшоп, Как ни странно, Георга Гегеля. Думаю, вы знаете его как философа, Но не знаете как педагога. У Гегеля 27 лет педагогического стажа. Представьте себе, в то время было катехизисное обучение, Которое, кстати, сейчас сохраняется у некоторых учеников. Что такое катехизисное обучение? А это когда есть вопрос и есть ответ. Вот некоторые книжки не читают, А пойдут, основное содержание прочитают, И вот они считают, что не прочли книжку. Что неверно. При таком обучении ученик отвечает на вопросы учителя. То есть он должен не только зазубрить тот текст, Но еще зазубрить вопрос и ответ к нему. Гегель на своих занятиях разрешил ученикам задавать вопросы. Прямо самой лекции. И обсуждать эти ответы. Ученики, как завороженные, смотрели на своего педагога, Когда он был в процессе поиска какой-то истины. Это было настолько впечатляюще, Что все относились к нему с любовью. Именно Гегель сказал, что ученик учит учителя, учить ученика. Аналитика в переводе с греческого – искусство вопросительного. То есть ученик, конечно, не может выступать в роли аналитика. И ему нужен будет учитель. Гегель был человек непростой. И ученикам нравилась эта сложность. Ну, а вот о приеме, как от анатомии текста переходить к анализу текста, Здесь я рассказывать не буду, потому что он очень сложный. Но расскажу на курсах, которые начнутся 16 марта. И буду учить вас этому приему, Потому что он очень перспективный, эффективный, Эффективный, вернее, для того, чтобы быстро выучить то, Большой объем информации выучить надолго И систематически постоянно его пополнять. Кроме этого, я хотела вам предложить еще прием, Который называется ассоциативные треки. Вот этот прием вы можете использовать дома Для тренировки своего мозга. Ну, дело в том, что ассоциативное мышление, Оно на сегодняшний день очень хорошо изучено И позволяет человеку быстро идти по пути развития. Ассоциаций у нас много в голове. Вы берете любой термин, любое слово И стараетесь делать к нему различные ассоциации. Чем больше вы их сделаете, Чем более они будут оригинальными, Тем лучше будет идти процесс развития образования Каких-то синопсюшек и каких-то н-грамм в головном мозге. Вот я, конечно, могу сказать, Что Бернард Шоу лукарил, на мой взгляд, Когда он сказал, Немногие думают чаще, чем два или три раза в год. Я добился мировой известности благодаря тому, Что думал раз или два в неделю. Конечно, это неправда. Лара Шфуко заметит, что все жалуются на свою память, Но никто не жалуется на свой ум. То есть мышление начинается тогда, Когда мы стоим на распутье. Нам надо сделать выбор. Нам надо уметь ставить цели. Понимать, чего мы хотим. Вот по поводу ассоциации. У нас есть слово движение. Вот если вы напишите Стрелочка такси, стрелочка поезд, Стрелочка, автобус, стрелочка, машина и так далее, То вы написали только одну категорию, Которая входит в категорию транспорт. А нам с вами надо будет еще пользоваться, Чем больше вы различных категорий напишете, Тем лучше будет развиваться ваша память. То есть это один из тренингов развития памяти. Мне еще хотелось вспомнить Православного теолога Мень, Который написал, что одного логического анализа Недостаточно для того, чтобы понять Величие фуги Мбаха. То есть развивать только левое полушарие Недостаточно. Необходимо развивать еще и правое полушарие. Здесь представлена на этом слайде Модель шахмата. Сделала ее моя студентка. Модель очень интересная. Чем она интересна? Дело в том, что здесь мы без слов Можем понять, что социальная проблема, наркотики. С одной стороны, за шахматной доской Социальный педагог, а с другой силы зла. Кто чем играет? Кто выигрывает? Эту проблему надо решать. А как решать эту проблему? Ну, это уже другой аспект и другие направления. Мы с вами сейчас перейдем к следующему. Мы перейдем сейчас с вами К удивительным аспектам в решении проблемы. Это психоанализ. Ну вот Эрик Берн в 20 веке представил свой анализ сказки. Ну, если мы будем говорить о сказке «Красная шапочка», то у нее очень длинная история, у нее много было авторов. И «Красная шапочка» была не всегда красной, она была и желтой шапочкой, и там были другие персонажи, или не хватало кого-то. Но тем не менее, все постоянно занимались с «Красной шапочкой». Вот Эрик Берн тоже заинтересовался, а в чем тут дело? Почему «Красная шапочка» так привлекательна для сказок? Давайте попробуем, ну, посмотреть на эту картинку. «Красная шапочка». А что такое «Красная шапочка»? По Эриху Фрому «Красная шапочка» – это вполне созревшая девица. То есть ее головной убор – это символ физиологической зрелости. «Матушка ее предупреждает, не сворачивай с дороги, не разбей бутыль вина». В одних из сказок там был не только пирожок, но еще и бутыль вина. А что это за продолисты, Женя? Это против случайных связей. И, то есть, сказка поворачивается совсем другой в психоанализе. А у Эрика Берна эта сказка приобретает другой совсем мотив. Он рассматривал жизненные сценарии. Психоаналитик Эрик Берн говорил о том, что в том случае соблазнителем является и волк, а сама красная шапочка. И он писал, как видно, у этого сюжета мораль не в том, что маленькие девочки нечего делать в лесу с волками, а в том, что волкам не нужно иметь дело с маленькими наивными с виду девочками, а быть подальше от их бабушек. Проще говоря, Эрик Берн считал, что опасно волку гулять одному по лесу. Мы с вами сейчас рассматриваем, как решать проблемы с помощью психоанализа. И я вас приглашаю посмотреть на этот слайд. Эдвард Дебано. У него есть великолепная книжка, несколько серий книг, которые посвящены цветовому решению проблем. В данном случае он берет шесть шляп. Ну, мы с вами можем тоже посмотреть и разложить красную шапочку, но это будет мой уже анализ, проблема с позиции шести шляп. Я дам такой вариант. У нас с вами белая шляпа, это по факту. То есть у нас есть проблема, и вашу проблему вы будете раскладывать с позиции шести шляп. Первая шляпа по факту. Я беру за анализ красную шляпочку, а вы потом возьмете свои проблемы. Итак, белая шляпа. Девочке 12 лет, 45 килограмм веса. Мама, ну, 35 лет, 100 килограмм веса, допустим. Бабушка, 55 лет, 60 килограмм веса. Волк, 5 лет, 15 килограмм веса. То есть мы рассмотрели эту сказку с позиции белой шляпы. По факту. Красная шляпа. Какой ужас! Мать лежит на печи и ест пироги, а девочку в лес, где волки живут, и вместо лекарства пирожок и бутыль вина. Ну и так далее. Черная. Черная шляпа – это шляпа пессимиста. Ну подумаешь, ну все умрут. Ну так что ж переживать-то? Желтая шляпа. Мы рассматриваем всю проблему нашу, но уже с позиции оптимизма. Все для всех хорошо закончилось. Конечно, кроме волка, которому в живот ко мне девочка набросала. Зеленая шляпа – она творческая шляпа. То есть мы берем нашу проблему и начинаем все по-другому немножко, все изменяем. Вот, например, в других сказках это была не девочка, а свирепый мальчик, который пошел на охоту на волка, а заодно и бабушку проведать. Синяя шляпа – это шляпа мудреца. То есть мы должны будем с самого начала повторить. Итак, что у нас была? Девочка 12 лет и так далее. Какой ужас ее мать отправила в лес. Ну, у нее все хорошо закончилось. Зеленая шляпа – она очень-то творческая. Девочка не только выжила, но еще и волка погубила. Ну и синяя шляпа – шляпа мудреца. Мы делаем вывод об общении резюме. А зачем девочка надела красную шапочку? Ведь это цвет в то время цвет соблазнения, обольщения. То есть мы с вами на сегодняшний день можем взять и другую сказку. Я вам дам тоже свой персональный анализ этой сказки. Репка. Репка – всем известная сказка. Я ее пересказывать не буду. Но давайте с вами немножечко вот о чем поговорим. Нашу, свою личную проблему лучше решать на чужом поле или в чужом огороде или на чужом примере. Вот возьму эту сказку Репка. Где дед посадил эту репку в поле? Вот посмотрим, как она росла. Но прежде чем будем смотреть на это, мы посмотрим на позиции белой шляпы. У нас кто есть? Один мужчина, он начальник, и есть шесть дам, включая репку. Старик трудолюбивый, хороший организатор, но не дальновидный, ригидное мышление. Его команда, это по идее не команда, это гетерогенная группа. Смотрите, детка позвал бабку, а бабка позвала и так далее по очереди. То есть здесь идет передача уже делегирования каких-то полномочий. Итак, у нас гетерогенная группа кооператоров. Причем кооператоры состоят из врагов. Кошка, мышка, враги, жучка, кошка, враги. Но, можно сказать, и дет с бабкой тоже не всегда дружно живут. Вот этот проект не принесет им ни денег, ни еды, ни почести, ни наград. Это трата времени даром. Кстати, мы можем с вами посмотреть еще другого аспекта, с аспекта веса. Если сложить вес группы, вытаскивающие репку, то можно сказать, что кто-то делает вид, а кто-то тащит репку. Посчитайте, сколько там вес с одной стороны и с другой. То есть, значит, в нашем проекте под названием репка есть лишние. А старик этого не увидел. Не надо раздувать штат, надо смотреть на вклад каждого. Кого нет в этом проекте? Нет там родителей девочки. Видимо, они понимают бесперспективность. Но родители, видимо, тоже унаследовали от деда отсутствие критичности мышления. То есть, они оставили там свою дочку. А чем он может научить? Да и ничему хорошему, если смотреть на эту сказку. То есть, у всех участников нет критического мышления. А что есть? Мы смотрим другой аспект. А есть помощь пожилым. Есть зарядка на воздухе силовая. Есть попытка врагов сблизиться. Кошка с мышкой по ней занимается одним делом. И репка превращается в скамейку для отдыха. Ну, немножко коснемся репки. Репка дама пожилая. Ее взяли, вытащили из дома, бросили на улице. Судьба то ее печальна. Детей нет, друзей нет. А почему? Потому что много ела, много пила. Вот и набрала лишний вес. Ну, и мораль. Каждому проекту мы теперь будем прикладывать репку. Если проект только начинается, репка семечка. Если в развитии репка подросток. А если репка девица на выдание, то пора проект закрывать, пока репка не стала старой, неинтересной для других. Дед дожил до глубокой старости, но он не понял, что все делать надо вовремя. То есть мы этот слайд назвали первопобеда или как хорошее дело может превратиться в головную боль. Проблема в том, что никто не сказал, что надо остановиться. Зачем делать действие ради действия? Для решения проблем требуется ясный ум, умение смотреть на проблему, а не прятать голову, не надеяться на авось, не цепляться за одно решение. То есть мы с вами сейчас рассмотрели совсем другого аспекта, знакомую и в то же время настолько незнакомую сказку. И вам нужно решать, как решать эти проблемы. Но двух примеров маловато будет, и поэтому я приготовлю вам еще. Но уже не буду расшифровывать ничего. Достаточно прочитать название. Это сказка о глупом мышонке, мышака. Она известна. Но почему глупый мышонок? Вот у меня вопрос. Кто здесь глупый? Только один мышонок глупый? Или все глупые, кроме кошки? Вопрос еще такой очень острый. А почему ребенок капризничает? Что матери надо делать, когда капризничает ребенок? Или что эта мать делает не так? Почему эта ситуация приходит к такому негативу? Ну, вы попробуйте и проанализируйте эту сказку уже сами с позиции, может быть, шести шляп мышления. Эдвард называется о потребностях и желаниях. Дело в том, что между потребностями и желаниями очень дырявая такая стенка. Но для того, чтобы быть более понятным, вот если бы органы брюшной полости могли рассказать историю своих страданий, то мы с удивлением узнали бы, с какой силой души может разрушить принадлежащее ей тело. Философская сказка Пушкина, да, она философская сказка. Дело в том, что она дает нам, Александр Сергеевич Пушкин, вернее, дает нам ответы на такие глубинные вопросы. В чем смысл жизни? Что такое любовь? Почему здесь процветают садомозахистские отношения по Фрому? Почему жена так относится к мужу? Почему муж относится так к жене? Почему рыбка, которая может строить дворцы, остается в сети? Зачем она пришла? Вот Александр Сергеевич Пушкин очень дает большой диапазон для размышлений. Кто из них потребитель? И к чему приводит желание ничего не делать, но все иметь? Почему старик не говорит рыбке, что хочу молодую, красивую, здоровую, много денег? Почему он посвящает всю свою жизнь своей жене? Вот эти различные вопросы, они позволяют серьезно заняться психоанализм персонажей и выйти на решение своих проблем. А мы с вами продолжаем. На наш виртуальный воркшоп я пригласила Валентину Николаевну Журавлеву. Удивительная женщина та умница, очень мудрая. Она по образованию фармацерт, кандидат химических наук и супруга Альтшуллера, человек, который создал теорию решения изобретательских задач, ТРИС. И она там тоже ему помогала. Почему сегодня я ее вспомнила? Дело в том, что она написала книгу Кира Сафрай «Звезда психология». И в этой книге есть ответ на нашу тему. Две девочки, одна очень плохо учится, а вторая хочет ей помочь. И книга советую вам прочитать, она помогает ответить на вопрос, как можно от двойки перейти к пятеркам, как можно получить золотую медаль, стать успешным ученым на основе визуализации информации. Эта книга в свободном доступе, ее можно скачать, прочитать и получить колоссальное удовольствие. Ну, еще я вам советую почитать книги, которые здесь есть на этом слайде, но это не обязательно, вы можете взять другой список. Здесь еще есть акцент на наш роман «Страглеры», который мы с сестрой писали почти 30 лет, и в нем сотни успешных приемов решения различных проблем. Ну, и в завершении нашего вебинара я даю вам возможность посмотреть на две рефлексии. Цветовая рефлексия, смотрите на нее, можно использовать ее как на занятиях в процессе решения, и также в процессе решения жизненных проблем. То есть у нас есть здесь разделение до, во время и после. и цвета. И согласно этого цвета мы можем увидеть наших учеников, наших студентов, да и самих себя, насколько мы по настроению успешны в продвижении и изучении этого материала. Ну, этот прием будет у нас на каждом занятии на курсах, который я и Наталья Михаиловна Шустикова вас приглашаем 16-го, и мы будем использовать этот прием. А сегодня заключение, я хотела бы вас попросить написать в чат рефлексию в форме шляп. Ну, вы посмотрите на цвета шляп, которые символизируют сегодняшний вебинар, а я буду отвечать на ваши вопросы. Спасибо за внимание. А вопросов нет. да, бывают, любишь и такую. Совершенно верно. Сейчас я посмотрю на ваши вопросы. Да, согласна, что чем человек больше занимается, то он чаще говорит, я знаю, что ничего не знаю, это похоже на горку. Мы поднимаемся с вами, у нас еще больше обозрения появляется. Мы начинаем видеть то, что раньше не видели. Вообще, это искусство знать, чего я не знаю. Когда работаешь с знанием, незнанием своего собственного, то идешь по пути развития. Так что, я с вами абсолютно согласна. Сократ много что говорил, он совсем ничего не писал, а то, чего говорили о Сократе, писали его ученики, ему бы что-то было сказано и не так. В репке мы с вами сталкиваемся с одной трактовкой. Я вам предлагаю прием, который позволяет проблему рассматривать с разных сторон. Это непривычный анализ. Это анализ, когда мы рассматриваем с вами необычные вещи. Ну, может, поначалу он и не нравится кому-то, а кому-то он может и понравиться, потому что он эффективный для анализа от проблемы. Если не нравится, значит, ему саниматься не надо, а если нравится, то можно попробовать. Да, я согласна, я тоже удивлялась поведению старика. Странно, почему он исполняет только желания для себя. Ну, может быть, потому что он ее любит. Кстати, раньше считали, что, ну, не говори слово люблю, а говорили, я жалею. И вот правда ее жалеет. Он говорит, ну, перебесится и старуха, и опять будет такой же. Он привык к ней. А потом еще, знаете, здесь там веки-то посыл. 33 года длится их брак. Цифра очень такая странная, 33 года, возраст смерти Христа. То есть, скорее всего, их брак разрушится. А вот если смотреть на эту сказку с позиции психоанализа, то мы можем сказать о том, что рыбка пришла не просто так. Рыбка пришла к пожилым людям. Она пришла им помочь исправить то положение, в котором они оказались. Им надо было только начать действовать по-другому. Действовать самим. Самим делать корыто, самим достигать каких-то целей и так далее. И так далее. Спасибо. Я ТРИЗом всегда увлекалась и постоянно его читаю. Но не только ТРИЗ. 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 Да, согласна, что Пушкин Александр Сергеевич очень многолик. И он говорил о рефлексии и не только рефлексии. Спасибо. Это хорошо. Я люблю, когда есть о чем подумать после вебинара. К сожалению, за кадром остался огромный пласт информации. Со школьниками так рассматривать сказки нельзя. Это сказки для взрослых. Дело в том, что дошкольникам надо давать сказки такие, которые им позволяют стать умнее и добрее. К сожалению, на сегодняшний день мультфильмы учат жестокости, наносить удары и добиваться своего, то есть быть эгоистами. Многие. Очень надо быть осторожным в подборе чтения сказок. Ну, а если вы начинаете читать сказку ребенку, то желательно, конечно, с ним обсудить. А что сказала девочка? Почему она так пошла? А вот зачем она стала с волком разговаривать? Она же шла к бабушке, а тогда зачем она собирала цветочки? Ведь бабушка болеет, то есть надо слушаться маму, то есть здесь совсем другие спектры получаются. Нельзя ребенку говорить то, чего говорила сегодня, я вам рассматриваю на этом психоанализе. То есть смотрите, он же не знает, что красный цвет сексуальности, он не знает о том, что имели авторы под этой сказкой, он просто смотрит и читает. Более того, наш ребенок с вами не только смотрит, читает, он еще и делает выводы. Спасибо, Сергей, очень приятно. Совершенно верно. Чем больше мы, вот смысл сегодняшней нашей с вами встречи заключается в том, чтобы мы с вами не сформулировали какой-то один ответ, а чтобы мы разложили целый веер различных ответов. И этот веер нам поможет с вами выбрать именно ту стратегию, которая будет наиболее эффективной, наиболее нужной. Про курочку-рябу, курочка-ряба, ну, можно курочку-рябу рассмотреть, хотя мне, честно говоря, непонятно, зачем она сначала пыталась разбить яичко, а потом рыдала над ней. То есть какая-то неосознанность идет. Сказки, они хороши, и интерпретация сказок может кому-то повредить. Я еще раз еще говорю, интерпретация сказок дается для взрослых, потому что не зря же сказали в сказке них намек, добрым молодцам урок. Это моя цитата. Нам надо уметь анализировать информацию и анализировать ее не по шаблону, не по стереотипам, а пытаться найти, для чего пишут книги? Книги пишут для того, чтобы человек мог соприкоснуться с тем опытом, который был заложен, понять какие-то смыслы, что-то понять для себя, сделать какие-то выводы, то есть учиться на чужих ошибках. Вот в гранатом брали, в браслете желтков и влюблен, безумно влюблен. А почему несчастлив? Это счастье, когда человек влюбляется. Надо радоваться, надо жить, гореть этой любовью и каждому она дается. Ряба это вообще весная... Так. По поводу родителей, дело в том, что в одной версии Рибки родители там присутствовали, это потом они куда-то исчезли. Ну, к сожалению, вопросов нет, очень жаль, что вопросов нет. Я бы с удовольствием на них ответила. Мы с вами завершаем сегодняшний вебинар. Будем считать, что мы с вами рассмотрели разные аспекты визуализации и вы пришли к выводу, что лучше, конечно, использовать разные подходы, брать левополушарную, обработку информации, правополушарную и быть успешными. Милых дам и девушек, я поздравляю с праздником, здоровья и успехов всем в решении проблем. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. Продолжение следует...